Распредвал уперся, по-моему. Утопить не хочешь? Коренной целый, да? Шатунный метод, да? Да, так по-другому. Крутить уже. А замахать нельзя, да? Прокрутить. Нет, теперь можно... На затяжку, Айвен, да? Крутить, попробовать. Вера. Движется, да, вон он, вылез. Ну да, и этот, с кем не общался, они говорят, ну, можно, говорит, точить максимум на 0,25 и то одну шейку. Ну, говорит, в основном вал ломает. Ну да. Вот они сделали одноразовую штуку. Он говорит... Вот КамАЗ молодец, блядь. А сейчас уже все. Тоже так же. Это только старые валы, да? Да, старые валы, можно так и... У брата был КамАЗ. Шестой ремонт. Но он так же 35 тонн таска убрал. Ну, для Таше беда, он говорил... Это все, это вал кранты. Что, на металл сдать его, да? А что ты с ним сделаешь? Можешь это самое... На тяпучку, на шею повесить и носить его. Да не, вон такие продаются в интернете по 15 тысяч. Валют продаются. Да, ну, под ремонт, типа. Нет, они это, знаешь... Кто-то может... Есть люди, которые могут там... Сделать и потом продать. Сделать или на продажу. Или там сделать и там они подсунуть, блядь. Ну, вот такие я видел, продаются. Может, такая... Вот. Здесь бы там в организации куда-то ушла она. Ну, по постели здесь, я так считаю, что тут нормально будет. Тут нужен нам шатун. Шатун нужен. Надо, если уж на то пошло, надо головки скрывать. И смотреть там. Если что-то запунил, где-то что-то надо искать. Я просто подозреваю. Может, ты ему показал, что через шуб... Ну, хрен улезный, я тоже не знаю. В общем, DAF застучал. Покупаем реношку. Клема... Клемы пошевели! Может, клемы задели? Что, пробую? Брызгни, что! Да это уже прям нормально запускался. Может, то, что вода попала, дождь шел. Давай. Вообще нету! Зажигание не включается. А, отломился. Что, дубль два? Что, что, что? Готово. Готово. вот такая реношка стоит здесь года полтора стоит аккумуляторы мертвые и аппаратуру топливную надо делать только с эфира запускается покупая просрочку за 450 тысяч как бы недорого кабина конечно маленькая ну куда девается вот такая грязь вынуждает судьба сейчас попробуем отсюда выезжать там просто волга стоит что любят дальше все там покажу в общем все договорились как бы вот эту ножку мы покупаем блин ливень вообще страшно ну как не то что страшно он мелкий напротивный такой ничего не видно сейчас я просто хотел вам показать сейчас я туда заеду так лимогрев сейчас там вообще ничего не видно так 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 В общем, такую машину купили. Ну, выбирать не приходится, потому что моя атишка, вон она, сломалась. Предложили продать с нее коробку, вроде бы за сотку, блок целый, тоже вроде сотка, остальное не знаю, жалко, столько мы с ней прошли, но куда деваться-то жизнь. Сейчас поеду, там вот две лови ножки, одна белая, с высокой крышей и одна красная, которая сейчас моя будет. Так что поеду сейчас, отдам ключей охране. С аккумуляторами что-то надо придумать, мои аккумуляторы не лезут туда, там 190 стоят, а его они мертвые, нужно покупать еще одни что-то. Аккумуляторы. Либо, ну, так выглядит, покупать еще одни аккумуляторы, либо переделать этот, как он называется, из головы вылетело. Ну, грубо говоря, ящик, аккумуляторы. Все, пошел на улицу ливень, с телефоном не буду мочить его на этот. Пойду, Адам, ключик. И, наверное, до завтра. Всем привет. Сегодня 6 сентября. С ремонтом здесь ничего так и не определился. Переставили мы с отцом колеса, потому что я ему свои отдал. У меня нормальные были, а у него уже нарезка стерлась. Не знаю, сейчас вот думаю еще, левый бак мне не подходит, правый бак думал себе поставить. Он мне подходит в плане того, что подходит куда. Ну, чем чинить этот двигатель за 300-400 тысяч, как мне залупили цену. Я решил взять другую машину. То есть мы взяли, вот, реношка стоит. Здесь на территории стояло две реношки. Ну, они года полтора-два стояли. Ну, хозяина просто особо до них дела не было. У него магазин, станция своя, стоянка, на которой мы паркуемся. Взяли мы ее в рассрочку. Ну, попросили рассрочку, думал, пока своя продастся за 450 тысяч. Даже не знал, какой год, что. Просто, как бы, я видел, она работала раньше. Так что, вот, такую машину купили. Вот сюда я хочу алюминиевый бак поставить. С ретардой она, ну, ретарда вроде отключена. Надо сделать, собственно, по проблемам. А, из хорошего. Резина вся живая. Нормально. Еще протекторей спереди тоже. Подушки эти поменять. Задние подушки. Первоначально. И она не запускается без эфира. Надо насос снимать. Кумулятор мертвый. Ну, попробую подзарядить. Мои 225-е не лезут вообще. Маленькое пространство. То есть они вот сюда упираются в подушку. Если даже вырезать, они в подушку будут упираться. Мои широкие. Теперь надо как-то слои на продаж купить новые 190. Из комбина тоже завяжу. Тоже простой насос. Ну, насос здесь не через муфту как бы подсоединяется, а прям шестерня в шестерню. Чтобы его снять, надо зажигание выставить. Ходил к мотористу узнал. Надо зажигание на маховике выставить. И там, в шестернях. Я как бы это не особо умею. Ну, сказал вроде поможет. Но, говорит, надо переднюю плиту еще снять. И чтобы снять насос, нужен съемник. А сейчас обзывание, кто топливную делает, может быть, у них на станции сразу сделают. Сейчас, кумулятор мельчо. Вот. Как-то так. Вот, смогу. Машину показать. Изнутри, кстати, ручка не работает. Такой автомобиль. Кабина, конечно, низкая. Ценсорная. Но спалка широкая. Очень хорошо. Ладно. Главный рабочий автомобиль. Ладно, потом еще покажу. Лестники-то. Лестники-то сломаны. Надо тоже сделать. Все, ладно, парни. Так, а вот база вон у меня. Братишка, братишка. Должны сейчас купатели приехать посмотреть. Посмотрим, что они скажут. Какую сумму дадут. Снял ее, наконец-то, подушку. Часа два, наверное, снимал. Настолько она как приварилась, как приклеилась. Двумя домкратами выдавливал. Ни как. Здесь тоже получается. Все же она прилипла. Сейчас все надо будет зачищать. Трубки хотел аккуратно снять, не получилось. Пришлось резать. А потому что не откручивается, он все ломается. Вот как-то так. Вот это только гайка пока не могла открутить. А так, в принципе, практически уже вторую тоже снял. Снизу открутил, все, вот чисто тут не могла открутить. Ладно. Будем покупать и менять. Мучился, мучился. Я вспомнил, что на 32 у нас колесные гайки. Так что взял бессору. Сейчас буду вот так вот открутить. чтобы не мучиться. Вот так вот. Пошла вроде потихоньку. Сейчас сорвал. Сейчас уже так пойдет. Покручу еще. Идет, идет. Без мясорубки все бы делал. Аккумуляторы, кстати, тоже на зарядку поставил, которые в ней были. Они разряжены как до нуля дойдет, зарядились. Надо еще не прокипеть. Немножко пузырилось. Здесь тоже чуть булькало. вот в этой банке как-нибудь как-нибудь крест сделаем. Вот в этой банке немножко суховато более. Долил я водички. дистиллированную откупил литр. Прямо чуть-чуть долил. Не знаю. Грамм 20. Ну, посмотрим, что будут крутить. Нет. Живые они? Нет. Подушки прикиплили. Вообще не хочет отпускать. Теперь надо в другую сторону задомкать. Сейчас выйдет. Неудобно, конечно, и работать. Все снимают. А нет. Поднимается. Закусило. Надо теперь доставать, походу, эти зубила. Так что вот так вот снимаются подушки. Дима Ройна. Он сейчас отбивал, отбивал. Приварились, они прикипели. Такие вот дела. Такие вот плюшки. Прошло, наверное, уже часа два с половиной, как снимаю подушки. То еще занятие. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...